У нас в Капрановых было 7 домов здесь, и в Корягиных 8 домов. Сейчас уже в Корягиных вообще нету, в Капранов остался я один. У нас все мои деды, прадеды были кузнецами здесь. На пруду здесь стояли три кузнецы, и тут был пруд, три кузнецы, все были кузнецы. Крестна моя, теть Маша Капранова тут вот жила, она даже, уже так и прозвали ее кузнечиха. Когда муж помер, она сама лошадей ковала. Отец у меня тоже, дед погиб у меня в 14-м году, когда с немцами. Отец погиб в 42-м, и все дядьки мои погибли, танкисты были все. Вот, с кузнецы, он кузнецу в Колупаеве закрыл, принес мне чески, что сейчас они у меня лежат. И кувалы, и чески, как вот с памяти. Вот так вот. Дом 21 в деревне Забусова в 1962 году построил Леонид Александрович Капранов. Всю жизнь он проработал шофером, а как пошел на пенсию, нашел себе занятие по душе. Мне говорили, ну, мои картинки были еще, когда я учился в пятом классе. Картинки мои висели в Броннице, в Дом пионерах. И с тех пор я кончил рисовать. А потом, когда вышел на пенсию, вот тут вот начал. Бабушку отправил, это, бабушка уехала в Броннице за хорщами. Пока она съездила, я нарисовал тройку эту. Она едет, и говорит, что это есть? Я говорю, картинка. А у меня знакомый гаишник был. Даже стал щупать вот эти низ. Ты что, наклеил, что ли? Я говорю, какой бы они наклеил? Это все нарисовано. Стены своего дома Леонид Александрович разрисовал сказочными и мультяшными героями. Он никогда не занимался профессиональной живописью, но его работы удивительно теплые и светлые. Не лишен наш герой и чувства юмора. Главный инженер Антон Беснопарков Жуковский говорит, что Леонид Александрович, ты что? Тебя посуду. А я хотел на довороте Брежнева и домой с тобой. Я не выпиваю. Леонид Александрович и Антонина Васильевна вместе уже 60 лет. И у них большая и дружная семья. Пока жена родила, я успел за это время построить в 1962 году новый дом. И уже жена пришла в новый дом, пакля висит. И начали жить. В это же время я посадил в 1962 году липы. Вот они сейчас стоят. Так что с 1962 года в мой дом так и живем. Вырастил двух сыновей. Четыре внучки, три правнучки. Приезжают ко мне. А живем мы с бабушкой вдвоем. Семья Удивительная в этом году отметила 60 лет совместной жизни. Ко всему прочему. Также мы их почестовали на дне пожилого человека в этом году. Подарили памятные подарки. И поздравили от всего сердца. Леонид Александрович принимает участие в конкурсе «Лучший сельский дом». И будет представлять Рыбовское территориальное управление. Андрей Пластунов, Ольга Скрябина и Андрей Минкин для программы «Городские вести». Спасибо. Ольга Скрябина и Андрей Минкин для программы «Город с детьми». Над Очень slowing.